Азербайджанский солдат восстановил суверенитет и территориальную целостность страны. И в соответствии с этим определяющим компонентом по развитию ситуации в этой зоне являются наши суверенные права, зафиксированные в Конституции Азербайджана. Поэтому никто не имеет права вмешиваться в наши суверенные права, за исключением тех случаев, которых мы обговорили. У нас иногда возникает паника из-за того, что кто-то приедет из Москвы и что-то нам скажет. Мы должны отойти от стереотипа, что приедет Лавров или кто-то другой и что-то нам скажет. Нам надо привыкнуть к мысли, что мы победили в этой войне. Это была вооруженная агрессия Армении против Азербайджана. В результате героизма азербайджанского солдата, сил и мощь азербайджанского государства мы восстановили территориальную целостность страны, положили конец агрессии Армении против Азербайджана. И в соответствии с этим наши взаимоотношения с Арменией характеризируются как постконфликтные взаимодействия двух государств на основе норм и правил международного права. Об этом заявил в беседе с Канал 13 экс-министр иностранных дел Азербайджана политолог Тофик Зульфугаров, комментируя предстоящий визит главы МИД России Сергея Лаврова в Азербайджан. Отметим, что спустя полгода после окончания войны в Карабахе Лавров посетил Ереван с рабочим визитом. 6 мая он провел переговоры с армянским коллегой Арой Айвазяном и исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном. 10-11 мая министр иностранных дел России будет находиться в Баку. По словам Зульфугарова, агрессии положен конец, а Армения на той стороне границы. Но остались вопросы, связанные с армянским населением в зоне временной ответственности сил по поддержанию мира. Эта территория – суверенная территория Азербайджана. Азербайджан объявил о том, что там не будет особого статуса. Там будут граждане Азербайджана. И процесс реинтеграции осуществляется с помощью России и Турции. Конфликт закончен. Раз конфликт не существует, то нет и посредничества. И если кто-то что-то говорит, мы послушаем. Если это нас устраивает, мы прислушаемся. Если не устраивает, то спасибо, до свидания. Вот и все, заключил экс-глава МИД Азербайджана. Вы знаете, мы немножко должны отойти от, скажем, такого стереотипа. Вот приедет Лавров, что-то нам скажет. Там Мария Захарова что-то сказала в МИДе России и так далее. Нам немножко надо воспринимать ситуацию с точки зрения того, что азербайджанский солдат восстановил суверенитет и территориальную целостность страны. И в соответствии с этим определяющим компонентом по развитию ситуации в этой зоне являются наши суверенные права, которые зафиксированы в нашей Конституции. Поэтому никто не имеет права вмешиваться в наши суверенные права, за исключением тех случаев, которых мы, так сказать, обговорили. Понимаете, вот у нас иногда мы как-то... Вот кто-то из Москвы приедет, что-то скажет, ой, там паника возникает и так далее. Нам надо уже привыкнуть к мысли того, что мы победили. Что была это за война? Что это было за конкурент? Это была агрессия, вооруженная агрессия в Скубике Армении против Азербайджана. В результате генерализма азербайджанского солдата, сил и мощи азербайджанского государства, мы восстановили циркульность. Мы положили конец агрессии в Скубике Армении против Азербайджана. В соответствии с этим наши взаимоотношения с Арменией характеризуются таким понятием, как посткомфликтное взаимодействие в государстве на основе норм и принципов международного права. Например, мы можем обсуждать темы между собой о, скажем, элемент восстановления этой границ межгосударственных. Что мы и делаем? Преворительная делимитация границ, скажем так. Далее, еще что нас может беспокоить? Ну, какие-то меры безопасности третий компонент. Это закрепленное заявление 10 ноября, где сказано о необходимости восстановления коммуникаций, в частности загрязывающего корридора. Это только реализация не обсуждения того, что он или нет, будет в качестве обязательств Армении. Вот в рамках этого обсуждения мы должны обсуждать практические вопросы реализации создания этого корридора. Далее, возникнет вопрос об контрибуции, потому что Армия осуществила агрессию против нас, нанесла нам ущерб. И поэтому контрибуция – это международная традиция, которая применяется в отношении агрессора, который нанесен военное поражение, и он должен выплатить компенсацию. В соответствии с этим подсчет этой компенсации, как вы знаете, сумм, которые предполагаются, уже ведется в международной комиссии. Далее. Итак, агрессии положим конец. Армения на той стороне грани. Остались вопросы, связанные с армянским населением в зоне временного ответственности сил по поддержанию. Эта территория, эта территория, суверенная территория Азербайджана. Азербайджан объявил о том, что там не будет какого-то особого статуса, там будет что? Там будут граждане Азербайджана, которые имеют те же права. Реинтеграция этих территорий осуществляется с помощью России и Турции, как я так сказал. И сейчас этот процесс реинтеграции, он проходит вот таким образом. Поэтому, что кто нам может сказать, мы только должны рассматривать в этих конфликтах. Конфликт закончен. Конфликта нет. В результате конфликта нет посредничества. А раз нет посредничества, за которым мы когда-то в 1991 году обратились в ОБСЕ, ну, не получилось у них, они не смогли нам помочь. Раз нет посредничества, так и все вопросы, которые к нам возникают, какие-то предложения, они проходят через понимание практики международных отношений. Вы что-то говорите, мы вас послушаем. Если это нас устраивает, мы прислушаемся. Если не устраивает, спасибо, до свидания. Вот и все.